Возрождаться даже раньше, чем западная. Но западная это в Ромске, а тут был коллектив авторов, и это выпустило, это немыслимо было, чтобы Академия наук СССР славянская астрология. Итак, я напомню вам, кто в роли Вронского, ну если так можно выразить, вернее не Вронского, а кто в славянской астрологии выступает в роли Клавдии Аптолемея. Ну как бы если проводить параллели, там у нас Птолемей учебник нам оставил, как читать гороскопы, делать предсказания, а кто в славянской. А в славянской роль Птолемея сыграли два брата, которые являются основателями славянской письменности и культуры. О них мы говорили с вами немало, это Кирилл и Мефодий. Что конкретно они сделали? Помимо того, что они создали вот эту самую кириллицу знаменитую, которой мы и живем, и которая лежит в основе и русского языка, и других славянских языков, они увязали буквы с астрологическим календарем. То есть это не просто очередная азбука или алфавит, это астрологический календарь. И у него есть год своего рождения, это 863 год. Не 1800, а просто 863 год, когда Кирилл и Мефодий отправились на славянские земли, и отсюда начинается славянская письменность, причем биографически они были связаны очень сильно с Болгарией, но их останки находятся в Италии. Ну, тоже как-то это все, как-то это все, да, да, да. Ну, как обычно, Сатурн все ломает. В Италии, которая, в общем, к славянской культуре отношения не имеет. Ой, интересно, Болгария лев, Италия лев. Вот это интересно, безусловно. Помните, Паптолемею, да, да, это интересно. Действительно так, и Болгария лев, и Италия лев, да, возможно, в этом что-то есть. Но идея перенести останки на славянскую землю, она так и тоже, как бы, ни к чему не приводит. Вот вы знаете же, периодически иконы какие-то привозят, святые мощи устраивают целые огромные флешмобы вокруг этого, ну, там, в центральных храмах Москвы. А останки, кто создал саму культуру и письменность, про это, как бы, чьи-то там что-то там привозятся. А люди, которые, собственно, создали то, на чем церковь и стоит, храм святого Климента. Кто там вообще в этом храме бывает, и кто может поклониться останкам этих двух великих братьев, при том, что братьев помнят и чтят. Не то, что их забыли, нет, братьям уделяют внимание, а, как бы, перенести их сюда, на святую землю, это нет. Ну, а теперь давайте посмотрим структуру. Мы, как бы, с этого начинали, но посмотрим с вами саму структуру теперь, вот этих букв, и как эти буквы привязать к астрологическому прогнозу, конкретному прогнозу. Изначально азбука насчитывала большое количество букв, и потом постепенно буквы все, как бы, от нее отрезались, отрезались, отрезались. Изначальное собрание, если мы с вами посчитаем, сколько было букв, как бы, это максимальный набор из них, почти, вот этого концовки, почти ничего из концовки не осталось, вот из этих всех. Их просто убрали из алфавита, но если мы с вами посчитаем, то получится раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двадцать два, тридцать три, сорок три, правильно? Нет, сорок девять уже. Нет, вот в этом наборе сорок три. А сейчас в русском языке сколько осталось? Тридцать три. То есть десять букв ушли. Давайте посмотрим теперь, как вот эта вот штука разделяется, причем я начну не сначала, а я начну с конца, с низшей части азбуки. Дело в том, что такого больше ни у кого не было. Здесь каждая буква, это какой-то человек, какая-то судьба. И есть высшая часть, средняя часть, и есть низшая часть. Низшая часть начинается с буквы Ша. Начинается с буквы Ша. Скажите, какое имя, например, на букву Ша? Ша. Шамиль, да, но Шамиль, это же все-таки не... Я имел в виду именно русский, да. Шамиль, да, но... Нету. Нету. Ну, наша. Швабра? Нету. Ну, Швабра, это реальное имя, это скорее псевдоним. Никным. Фамилии. Мы... Я спросил именно про... Нету. 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 Нет, ну, коллеги, Шура все-таки... Это лица. Это... Ну, не самостоятельное. Нет, Шура не может быть. Есть у нас сильное такое Шура? Нет, ну, у вас это где? Молдавии. Как отдельное. Но молдаване относятся к славянским этносам? Нет. Молдаване, если вы помните, это не славянские этносы. Мы перечисляли с вами. Помните, славяне восточные, это русские, украинцы, белорусы. Славяне западные, это чехи, поляки, словаки. И славяне южные, их больше всего, это болгары, это сербы, хорваты, ну, там и так далее. Там шесть. Молдаване не славяне. Ну, понятно. Так вот, буквы Ша. Что такое Ша? Ша это шваль. Шваль. Вот с буквы Ша начинаются плохие люди, которые, которые, когда говорят шваль, то есть люди очень плохих моральных качеств, они закодированы буквой Ша. Ша и еще, как говорят Ша, это значит, что Ша. Ну, когда вы. Отойди, да? Ну, типа, Ша, да. Ша. Ну, типа, ну, да. То есть, замолчите, да? Ша. Следующая буква Ща. Ща. Буква Ща означает тех, это мучители и садисты. Мучители и садисты закодированы буквой Ща. Отсюда такое понятие, как нещадно или беспощадно. Или когда говорят пощадите. Буква Ща закодированы. Значит, Ша это Шваль, то есть очень плохие люди. Ща это мучители и садисты, которые беспощадны к своим жертвам. Беспощадны. Ща это Ща. Дальше идет твердый знак. Он называется Ер. Ер это воры и обманщики, плуты. Они обозначаются твердым знаком воры. Воры. Их символ в славянской азбуке. Это твердый знак. И когда на протяжении многих лет официальным логотипом уважаемого издательства Коммерсант был твердый и, по-моему, и есть он. Коммерсанты недалеко от плуток. Ну так мы о чем? Что славянские знания, они маски-то сдирают. Мы видим все в истинном... Да-да, нет, просто когда они выбирали, они вообще как бы знали? Вряд ли. Вряд ли, что твердый знак обозначает Еры. Ерами называли воров, плутов, обманщиков. Еры. Это такой как бы славянский символ Плутона. Твердый знак. Дальше идет буква И, Еры. Ер без И это твердый знак. А Еры это, ну, И по-нашему. Вот, ну, понятно, что на И, так же, как на Ша, на Ща, нету имен собственных, да? Ну, какое имя на И начинается? Нет такого имени. Но И может быть фамилией буквой? Конечно. Может. Хорошо ли это? Плохо. И в этой системе культуры обозначает пьянчук и гуляк. Тоже разновидность плохих людей. Ну, кто что? Кто обманывать, кто мучить, кто еще что-то, а кто выпивать. И буква И, это закодирован здесь алкоголизм и разврат в букве И. Я тему фамилии затронул не случайно. Но, когда мы анализируем фамилию, не имя, а именно фамилию, то нужно понимать, что то, что мы можем из фамилии взять, это будет история, это не характеристика данного натива, который перед нами, а история его предков ближних или дальних. Но наличие И может подтолкнуть к неустойчивого субъекта с формулой алкоголизма, пока еще не включившийся. Может подтолкнуть на путь пагубной страсти? Может. Может. Поэтому И, запомнили? Это оно. Мягкий знак в фамилиях бывает. Твердый, по-моему, нет. А вы имени фамилии? В имени... У меня Гульнара. Нет, ну Гульнара, коллеги, да, но мы не можем... Ольга, мягкий? Ольга, да. А любовь, это мягкий? Мягкий, да. Нет, мягкий бывает, твердый не бывает. Мягкий бывает. Банк был. Да, но мы до мягкого еще не дошли. Сейчас он только будет. У нас был твердый И, мягкий. Кстати, а в алфавите же так и идет в современном? Да. Это этот же порядок. Помните? Сначала твердый знак. Всегда это у детей вот этот кусок сложность запоминаний вызывает. Ну, когда у льда вот это вот какие-то сложные знаки, потом И, потом мягкий знак. Так, что такое мягкий знак? Это ели. Вот видите, ер это твердый, еры пьянчуги. Ер это плуты-обманщики. Еры пьянчуги всякие, морально разложившиеся. А ели, что, какой сорт плохих людей, означает мягкий знак. Мягкий знак обозначает тех, кто любит сбиваться в разбойничьи стаи. ОПВ. А, да. Да, в современном формате оно. Да. В разбойничьи стаи это всегда было. В имени или фамилии? Пока это характеристика буквы. А, если вот это, то в фамилии. В фамилии. Я специально начал с конца. Потому что конец показывает то, что всегда было, есть и будет. И, как бы, они расставили по буквам все, все виды, как бы, людей. Ну, как знаки зодиака или дома гороскопа. Вот это вот идет оно. Итак, мягкий знак, значит, это, которые сбиваются в стаи. Дальше идет твердый знак. Ой, нет, не твердый знак. Простите, он уже был ядь. Он похожий на твердый знак. Только это та буква, которую убрали во время реформы, после революции. Убрали вот эти ядьи. Убрали эти ядьи. И этих ядьей не стало. Ядь. Похоже, как твердый знак. Только у ядья немножко палочка. Видите, она такая горизонтальная. Как-то перекладина. Вообще на виселицу похожа. Да, так и есть. Ну, и Сатурна тут, какой буквы не возьми, все как Сатурн. Сплошной Сатурн в разных графических. Согласны ли мне? Да. Один Сатурн сплошной. Итак, вот это ядь. Что она означала? Она означала насильников и убийц. Насильников и убийц означала буква «Ядь». Буква «Ядь» означала насильников и убийц. Сергей Ильич, в надежде, в нее предок, вольт, декабрист. И получается мягкий знак, но сбиваться в разбой нечистая. Ну, да, ну, ой, это, как мне, он... Декабрист сосланный. Декабрист, да, да. Вот какая история. Да, в Сибирь, да. Хотел свет светлого. Так, «Ядь» – это насильники-убивцы. Это буква «Ядь». Дальше идет вдруг буква «Ю». Мы же не думали, что буква «Ю» такая опасная. А она относилась к низшей части людей и азбуке. А что такое «Ю»? В данном случае «Ю» – это означало «Юдоль плача и страданий». Это не те, которые воры, пьяницы, грабители и прочее. А означало просто люди, у которых самая тяжелая участь – судьба. Чаще всего они или рождались больными калеками, или очень болели в течение жизни. То есть они не были плохими людьми, но у них была просто очень тяжелая участь, тяжелая доля, как говорили славяне. Доля – не доля. Это любимая, вот эта славянская тоже всегда была фраза. Изредка сейчас так иногда пишут, говорят «Такая доля твоя». Но славяне всегда говорили, доля – это когда человеку везло, а не доля, как мы сегодня говорим, не удача, не счастье – не доля. Доля и не доля. Поэтому, чтобы долю и не долю уравновесить, я немножко отвлекся, заводили в доме, держали несколько котов. Да. Несколько котов заводили в доме, чтобы уравновесить долю и не долю. И коты были разного цвета, а? Сколько? Минимум котов. Ну, минимум два. Да. Больше всего славяне любили рыжих котов. Ну, такого, как говорят, рыжего окраса, не знаю, как правильно сказать. Солнечного. Золотых. Ну, да, да, да. Но котов должно было быть как бы несколько. Поэтому традиционно, разумеется, речь не о квартирах идет, а о деревнях, о доме, где там они бегали. Они не только не долю разгоняли, они еще и мышей. То есть пользы приносили много. Но несколько котов. Котов, кошек тут по полу не дифференцируется. Но не один, не одна, не один кот или кошка, а несколько. Они уравновешивали долю и не долю. Так, давайте буква Ю. Понятно? Ю это юдоль плача и страданий. Инвалиды детства, калеки, не детства, а покалеченные в течение жизни. Или очень больные люди, которые буквально едва живут. Это Ю. Вот их судьба, это буква Ю. И главное, почему они попали в эту компанию жуткую с всякими ворами, насильниками, алкоголиками и прочим. А потому что у этих Ю нет никакой защиты. Нет никакой защиты. И когда мы видим с вами в метро, ну и на улицах этих вот профессиональных, без ног, без рук. Слобы есть, юродивых. Юродивых, да. Попрошает коллег, то это Ю в чистом виде. Потому что говорят, что они не сами по себе, а что они, как обезьянка у фотографа на набережной, ну вы поняли, что эти деньги они собирают не себе, а на службе у неких еров и прочих тех, которых мы назвали. Но сами при этом они Ю, они калеки, они инвалиды, они обездольны. То есть Ю в компании вот этих плохих букв, Ш, Щ, твердый знак, мягкий знак. Мне кажется, это очень интересно. Скажите, а почему вот то, что я вам сейчас рассказываю, не высшая математика, не рассказывать в школе на уроках русского языка? А вот почему? Массово начнут менять хоряши. И имена. Да. Ну не все ж так сразу. Нет, не начнет, это же дети, они же не могут. Они... Хорошо запомнили. Пожалуйста, родители. Ужас. Вы знаете, что хочешь, может быть, смотрю, все сходится. Ужас. Игрия на фамилию. И отец. Ужас. Это вот то противостояние, противостояние, которое... Все славянское выжимает. Я просто, например, сказала, что где вы это услышите, как не от меня. Естественно. Вот. После того, как я написала заявление, директор порвал, выгиб. Ну правильно. Сказала, никуда не пойдешь. Сам факт. Сам факт, что я не остановилась. Ну, понимаете как? Дело в том, что вот это и есть трагедия нашего народа. Трагедия должны знать. Да, трагедия нашего народа. Что мы оторваны от своих корней. На чужих корнях. Это же, как, знаете, растения пересаживают, так его с корнями пересаживают. А нас под корень обрезали и пытаются к чужим корням дерево, цветок, к чужим корням. Но оно не будет расти или будет каким-то хилым, вялым, плохим. А это бесполезно. Это, 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 ты, ну, я вам про геронтия рассказал, про посол, сколько веков назад. Это не пробивает. Это не пробивает. А потом все жалуются, а почему так, откуда, кто враги. Все очень даже понятно, у всего есть авторы. Итак, мы продолжаем. После, давайте вспомним, эй, ю, я, что вы, эй, ю, и в современном языке. И после ю у нас я, и на этом как бы все. Хватит нам всяких пьянчук, убивцев и прочее. Тут интересно, когда, Кирилл, буква я есть, но, смотрите, действительно она идет после буквы ю, идет буква я, но, Кирилл и Мефодий, потом идет буква е, не удивляйтесь, потому что эта е, она как, помните у нас, как перед ю, какая идет? Э, то есть тут вот что-то переставилось, но вот эти буквы Кирилл и Мефодий не комментировали, в том смысле, что это как бы буквы, которые, последние две, которые последний чертог перед темницей, в конце. Вот этих букв ниже уже их давным-давно нет, это так называемый юз большой и юз малый, это темница, 12 дом гороскопа. Это тюрьма, это тюрьма, темница, куда люди попадают, и плохие люди, и хорошие люди. Это тюрьма, завершается, завершается все тюрьмой. Буквы, буквы юз большой и юз малый. Я, они не, это, как бы, я это предел, вот, перед вынесением приговора. То есть это люди, которые, я это человек, который находится на пороге тюрьмы. Так что не зря нас учили в детстве, что я плохая. Последнее, последнее. И не надо, да. То есть я, это то, что перед тюрьмой. Вот почему принято так у нас и говорят. От тюрьмы и от сумы не зарекайся. Что, как бы, в 12 дом, вот эти юсы, юс большой, то есть мощное СИЗО, и юс малый, маленькая, предварительная камера. Это две тюрьмы. Дальше там еще шли буквы, но они давным-давно уже их убрали из, как бы, вот эти вот всякие. КСИ, ПСИ, ФИТА, ИЖИЦА, в общем, больше сорока букв.